Всем привет, всем доброго времени суток. Давненько я не записывал видео на исторические темы, и давайте сегодня коснемся темы Боснии. Босния интересная страна, страна славяноязычная, в которой большинство, пусть и не подавляющее, составляют мусульмане. И интересно, как так получилось? И вот, чтобы дать ответ на этот вопрос, я коснусь сочинений известного армянского историка позднего Средневековья Симеона Лехацы, то есть Симеона Польского, Симеона Ляского, который жил на территории Средневековой Польши, Речи Посполитой. То есть в наше время в Боснии подавляющее большинство мусульман, есть такая нация башняки, басняки, мусульмане, их по-разному называют, то есть славяноязычные мусульмане. Там и православных, и католиков немало, то есть сербов и хорватов, но более 50% составляют мусульмане. То есть не очень большое большинство, но все-таки большинство. Вот, и этот вопрос, этот феномен славянского народа, который в большинстве своем исповедует ислам, он, скажем так, интересовал людей не только в последнее время, не только в 20 веке, скажем так, А уже в 17 веке этим вопросом интересовались и задавались люди того самого времени. И вот Симеон Ле Хаци в своем сочинении, которое называлось «Путевые заметки», этот вопрос засветил, так как он это понимал. То есть уже в 17 веке на территории Боснии было мусульманское большинство. И почему так сложилось? Почему в других областях, которые были захвачены турками, такого не было? Почему именно там так сложилось? Вот попытаемся дать ответ на этот вопрос. Значит, Симеон Ле Хаци в своем дневнике «Путевые заметки», я дам на него ссылочку в описании, объясняет, почему так произошло, как он это понимает. Значит, он рассказывает, что действительно в Боснии на тот момент, это было, наверное, начало 17 века, 1610 год, уже было мусульманское большинство. Он упоминает город Сараево, но указывает на то, что там все говорят по-болгарски, то есть не по-сербски, не по-хорватски, а по-болгарски. Ну, так он это понимал, в общем. Значит, что он по этому поводу говорит? Народ там был, в Боснии, очень бедный, ну, как бы с экономической точки зрения, народ был очень небогатый, и к нему приходили турецкие сборщики налогов, и собирали с них очень большие налоги, как с немусульман, то есть собирали харадж, это называется. На тюркском это харадж, на арабском это джизия, то есть налог или сбор с немусульман, довольно-таки большой. Его собирают именно с немусульман, то есть с иудеев и христиан. И эти люди придумали, как бы, такой вот, как от этого дела улизнуть, короче. Они решили принять ислам чисто номинально, чисто для галочки. Пусть они будут называться мусульманами, главное не платить вот этот вот харадж, этот вот налог на немусульман. Но соблюдать какие-то там нормы ислама они абсолютно не собирались. Принимали они чисто для галочки. И турки, которые находились в этих местах, они это все увидели, донесли на них, ну, духовникам своим, духовным лицам там, в Стамбул, в Константинополь. И те сказали, э, так дело не пойдет. Либо они будут все соблюдать и не платить харадж, либо же они будут платить по-старому, платить этот вот харадж, даже если они, как бы, называются мусульманами. И в итоге их всех обязали обязательно ходить, посещать Мекку, то есть ездить на харадж в Саудовскую Аравию. Ну, в Аравию, в общем. В те времена это называлось Аравией, естественно. И с тех пор, как бы, так это вот у них в какой-то степени мусульманство, ислам укоренился. То есть их всех обязали ездить в харадж для того, чтобы не платить этот вот налог. Только так они могли считаться мусульманами. Только при обязательном посещении Мекки. Но, что еще указывает Симеон Лехати в своих записках, так это то, что при всем при том у них мусульманство было очень поверхностное. То есть арабского языка они не знали, знали только слово Мехмед, то есть Мухаммед на болгарском. И клялись Мухаммедом и Аллахом, и мусульманской верой. Кроме этого, они ничего больше в исламе не знали, не понимали. И это все было очень поверхностно. Вот так он объясняет тот факт, что боснинцы приняли, почему боснинцы приняли ислам. Почему это не произошло в каких-то других местах при такой же ситуации, непонятно. Во многих странах Балкана, в балканских странах, были вот такие мусульманские меньшинства среди славяноязычных народов. Но до такого размера, как в Боснии, дело не доходило. То есть там никогда мусульмане не становились большинством процентом отношений. Почему такое произошло именно в Боснии? Какие там были именно налоги? Были ли там больше налоги, чем в других местах? Это все в книге Симеона Ле-Хатинь освещается. Но достопримечательный тот факт, что даже уже тогда, в 17 веке, на это обращали внимание. И этот факт был довольно удивительным. Довольно удивительным для всех путешественников, которые проезжали через Боснию. Или им становилось известно о том, что Боснии мусульмане. То есть всегда возникал вопрос, почему так получилось? Почему в сердце Балкана имеются славяноязычные народы с религией ислам? Ну вот и все, пожалуй. Почему я решил записать это видео? Потому что на эту тему, насколько я прористывал в YouTube, никаких особых объяснений и видосов я не видел. Думаю, запишу, будет интересно. Буду рад услышать ваши отзывы, подискутировать на эту тему. Может кто-то захочет что-либо еще добавить? Кстати, вот Эмир Кустурица, тоже из тех самых сербов или боснийцев, у которых предки приняли ислам. Но, видимо, это происходило уже немного позже. То есть это происходило намного позже, чем те события, которые описывает Симеон Лехацы. Те события, которые происходили еще до него, то есть в 15-16 веках. Ладненько, буду заканчивать. Буду рад услышать ваши отзывы. Всем добра и позитива. Всем пока.